Ну и самое важное, как же выполнять упражнения с гантали на столе? Ну и как вам передать или показать, какие партии мышц нужно включать во время держания гантали на столе? Хочу повторить еще раз. Упражнения на бицепс выполняем в четырех разных позициях. В первую очередь это вот так, подхватом. Но рука на столе не должна переходить ниже, чем вот этот угол. Это где-то приблизительно 35-40 градусов угол. А поднимать ее вот таким образом, я считаю, что не следует. Лучше всего на гантали на столе выполнять упражнения все на удержание. Второе положение это среднее. То есть ни подхват, ни молоток. Среднее упражнение. Оно, как говорится, более подходящее варвреслинг, но тем не менее, все зависит от вашей руки и от состояния ваших связок. Вы можете комбинировать делать это и подхватом, и средним хватом, ну и естественным молотком. На молоточек то же самое. Понятное дело, что гантеля большая, такое железо, вам не позволит, прежде всего, наклониться близко бородой к руке. Как многие обратили внимание, чтобы во время старта, как старают те крюковики, желательно, они стараются уставиться вот таким образом, чтобы быстренько вскочить в крюк. Естественно, вам судья иногда позволяет, что это, естественно, неправильно. Но когда вы делаете молоток с такой гантелью, то вам не придется бородой доставать до руки. Естественно, будете выполнять так, чтобы можно было удержать эту гантелью. Ну и самое важное, здесь вы можете подключить и грудь, и связку, а прежде всего, широчайшие плеча. Это очень важно. Теперь, что дальше? Я, после того, как делал упражнения на лавочке скота, завершаю всегда делать свой комплекс упражнений на бицепс, удержание гантелей на столе. Какое время для этого нужно отвести? Ну, скажем так, разные. Если мы хотим работать на типичную силу, нам нужно отводить не больше, чем 10-15 секунд. Если же все-таки мы хотим наши связки закалять как сталь, я думаю, что от 15 до 25, а то и 30 секунд – это оптимальное количество времени для того, чтобы ваши связки укреплялись. То есть, естественно, подобрать таким образом вес, чтобы, не дай Боже, этот вес не корежил это упражнение, чтобы, скажем, не перекидывали управление гантелью в руках на какие-то другие партии мышц, только для того, чтобы любой ценой держать именно этот вес, потому что сам себе закодирую, ага, понятно, здесь много килограмм, я должен это сделать и так дальше. Это все неправильно. Поймите, что вес, так на самом деле, мало играет роль в укреплении ваших связок, а в укреплении ваших связок, прежде всего, играет роль точность выполнения этого упражнения. Ну что ж, давайте попробуем. Здесь гантелька 41 килограмм. Я на сегодняшний день занимаюсь, прежде всего, силовой подготовкой. Я думаю, что мне 15 секунд предостаточно того, чтобы держать эту монтарь. Естественно, подключаю грудь. Плечи. Ну и втыкаю, естественно, локоть в подушку. Желательно нужно плавно ложить гантель. Это неправильно, что я бросаю, но тем не менее, в следующий раз сам даже попробуюсь.